Друзья, всем привет! В октябре компания Adobe выпустила новые версии своих популярных продуктов Lightroom и Photoshop, версии 2021, которые получили новые инструменты. О новых фишках Lightroom я расскажу вам в следующем видео. А сегодня я хочу показать несколько новшеств в программе Photoshop, которые мне показались весьма интересными. Итак, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим, как это работает. Итак, для первого примера я взял эту фотографию, которую сделал ранним утром на Онежском озере. Фиолетовые оттенки раннего утра, туман создавали достаточно интересную атмосферу, но для полного художественного замысла не хватало фактуры в небе. И с помощью нового инструмента Photoshop это легко исправить. Итак, выбираем новый инструмент «Замена неба». Для этого заходим в меню Edit и выбираем инструмент «Sky Replacement». Итак, перед нами открывается окно инструмента «Sky Replacement», то есть «Замена неба». На первый взгляд панель кажется сложной, однако здесь все достаточно просто. Итак, в верхней части окна «Sky» мы выбираем варианты вставленного неба. Тут есть три папки. «Дневное небо», «Различные эффекты» и «Сансы», «Закатное небо». Так как фотография имеет фиолетовые оттенки, соответственно, вставляем небо с похожей цветовой гаммой. Выбираем такой вариант. Достаточно эффектно. Посмотрим, что еще есть. На мой взгляд, это небо является более гармоничным для данной фотографии. Оставляем его. С помощью этих двух настроек «Shift Edge» и «Fade Edge» мы можем регулировать степень прозрачности, а также степень границы нижней части неба с основной фотографией. Прозрачность и степень перехода. Оставим так. В следующей вкладке «Sky Adjustment» мы регулируем настройки вставленного неба. «Brightness» сделаем темнее или светлей. Чуть сделаем его светлей. С помощью следующего ползунка меняем его цветовую температуру. Оставим так. Следующая настройка влияет на соответствие нижней части фотографии, то есть земли, и вставленного неба. Также мы можем подобрать яркость и цветовой оттенок. И финальная настройка, она говорит о том, что мы вставленное небо делаем новым слоем. После этого нажимаем кнопку «Ок». В итоге мы получаем отдельную папку со вставленным небом и теми настройками, которые мы дополнительно к нему применили. В данном примере это цветовой оттенок и яркость. Давайте взглянем до применения инструмента Sky Replacement и после. Как мы видим, буквально за пару минут вполне гармонично мы вставили эффект на небо в нашу фотографию. Кроме стандартных вариантов неба, которые предлагает данная функция, также можно использовать и свои варианты. Давайте посмотрим, как это выполнить. Возьмем следующую фотографию. Это Северная Осетия. Буквально неделю назад мы вернулись с нашей дружной командой из этой замечательной поездки. Это день, яркое полуденное солнце. Небо пустое. Чтобы максимально эффектно показать, как с помощью функции Sky Replacement вставить другое небо, давайте попробуем сюда вставить звездное небо. Вновь выбираем инструмент Sky Replacement. Как мы видим, в предлагаемых вариантах звездного неба нет. Поэтому выбираем свой шаблон. Для этого нажимаем в верхней части на этот значок и нажимаем New Sky. Затем выбираем картинку, которую мы хотим использовать в качестве фонового неба в данной ситуации. Ночное небо. И говорим открыть. Следующее окно предлагает выбрать название для нового шаблона неба. Оставляем Night. И говорим ОК. Как мы видим, теперь в шаблонах у нас появилось звездное небо. Выбираем его. Дальше с помощью стандартных настроек подгоняем его под общую картинку. Делаем чуть холодней. Темней. ОК. Ну, картинка слишком светлая появилась, поэтому, чтобы смотрелось более гармонично, необходимо сделать ее темней. Выбираем инструмент Levels. Ну, и дополним ее легким винтированием. И так, с помощью буквально нескольких кликов мы получили из дневной фотографии фотографию яркая лунную ночь на фоне звездного неба. Следующая интересная функция, которая появилась в новой версии, это быстрое выделение объектов, а также быстрое размытие заднего фона. Давайте посмотрим, как это работает на примере этой фотографии. Итак, у нас есть главный центральный объект, и мы хотим размыть задний фон, то есть задние елки. В предыдущих версиях это можно было сделать достаточно легко с помощью масок, то есть нам необходимо было выделить руками девушку, создать отдельный слой, и на котором размыть задний фон. Теперь Photoshop упростил эти действия, и их можно выполнить буквально в один клик. Для этого заходим в меню Help и выбираем Photoshop Help. Появляется следующее окно. Выбираем раздел Quick Action и выбираем размытие заднего фона. Применить. Как мы видим, Photoshop создает новый слой. Сам создает маску, выделяя задний план и размывает его. Если мы хотим откорректировать степень размытия, мы можем войти в настройки размытия, два раза щелкаем и меняем степень эффекта. Допустим, оставим так. Как мы видим, легкие ореолы вокруг девушки сохраняются, поэтому можно доработать руками с помощью маски. до применения фильтра и после. В следующем примере я покажу, как с помощью нового инструмента в один клик можно изменить цвет заднего плана. для этого создаем новый слой. Идем также в меню Help, Photoshop Help, выбираем Quick Action и используем инструмент Remove Background. Нажимаем применить. в итоге Photoshop нам создал маску с выделенным главным объектом. Теперь мы создаем новый слой Hue Saturation и свободно можем менять оттенок заднего плана, не затрагивая главный объект. Допустим, создадим такую сказочную атмосферу. Давайте посмотрим, как было до и после. Следующий набор новых инструментов, который, на мой взгляд, заслуживает внимания, основан на системе искусственного интеллекта. Как они работают, я покажу на примере этой фотографии. Инструменты расположены во вкладке Filters, Neural Filters. На самом деле, тут целый набор фильтров для работы с портретами и с оттенками кожи. Первая вкладка – это для работы с дефектами кожи, но, на мой взгляд, более интересные фильтры расположены в вкладке Beta Filters. На данный момент эти фильтры проходят бета-тестирование и доступны лишь 6 первых фильтров. Наиболее интересным мне показался фильтр Smart Portrait. Активируем его. С помощью этих настроек мы можем менять эмоции человека на фотографии портрета. Например, инструмент Be Happy. То есть, сделал человека счастливым. Выбираем его. И с помощью ползунка устанавливаем степень счастливости. То есть, степень радости человека. Сделаем по максимуму. Так как этот фильтр работает с помощью нейросетей, ему требуется время для анализа картинки. Как мы видим, с помощью одного ползунка мы делаем портрет более или менее радостным. на самом деле здесь очень много настроек. Можно сделать удивленное лицо, можно сделать агрессивное лицо. Кроме того, можно сделать человек более старым или более молодым. даже с помощью настройки Head Direction можно менять поворот головы. В общем, поиграв с этим настройками, вы достаточно быстро поймете его забавные возможности. Также мы видим, что Photoshop после выбранного эффекта создает новый слой. Была девушка серьезная, стала девушка веселая. Также бывают ситуации, когда фотография нам нравится, но необходимо исправить какие-то небольшие эмоции. Например, возьмем фотографию китайского рыбака. К сожалению, поймать момент, где он прямо смотрит на меня, мне не получилось. Но с помощью нового инструмента это легко исправить. Заходим также в меню Filter Neural Filters. Выбираем Beta Filters. Smart Portrait. И с помощью настройки Gaze мы можем вращать движение глаз на портрете. Давайте посмотрим, как работает эта удивительная возможность нового Photoshop. До применения настроек и после. Как мы видим, теперь взгляд дедушки устремлен прямо на мою камеру. выбираем ОК. До применения фильтра и после. Как мы видим, буквально одним кликом мыши мы смогли развернуть взгляд дедушки на нашем портрете. С полным списком новых обновлений доступных версий Photoshop 2021 можно ознакомиться на сайте Adobe. ссылка будет доступна в описании. Здесь вы можете самостоятельно посмотреть все новые фишки этой программы, а также ознакомиться, как они работают. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и в следующем видео я расскажу о новинках в новой версии Lightroom. Абонход! Абонход! AGAIN! Абонход!